Всем привет! В последние годы можно часто встретить зоозащитников, которые борются против зоопарков, в том числе трогательных. Но иногда именно такой формат становится спасением для беззащитных зверей. Как, например, в случае с моей маленькой фермой, домом для спасенных животных. Енот по имени Форест настоящая звезда и, можно сказать, лицо, а точнее морда этого чудесного зоодома. Его обаяние знакомы на весь город и далеко за пределами. Но живут здесь и другие, ничуть не менее очаровательные ребята. Когда он к нам уже попал, а попал он в конце лета, то он такой достаточно зашуганный зверек и не понимает, как взаимодействовать с людьми, что делать. И чего ожидать. Да, и чего ожидать, можно ли доверять или нет. Но мы потихонечку стали к нему заходить, тоже в вольерчике сидеть, так с руки пробовать его кормить, дрессировать. И он потихонечку начал доверять. Он, в принципе, даже, ну, он как-то избранный очень, но вид какого-то там спокойного человека, который вот располагает вот к нему. И он даже дается почесаться, там мордочку подставляя. Рядышком вольер енотовидной собаки, правда, совершенно облысевшей, но оттого она вызывает еще больше умиления. Ему по документам около шести лет. Но на самом деле, сколько ему лет, никто не знает, потому что он свою жизнь начал на притравочной станции. Там его откусили хвост. Потом ему выкупил как раз пермский зоопарк, из которого он попал к нам. Там он прожил в Перми пять своих счастливых лет, но полтора года назад начал лысеть. И непонятно из-за чего. По анализам все хорошо. Сейчас мы их будем пересдавать, правда, здесь уже в Рязани. Но, возможно, это из-за старости. Насуха, родом из Мексики, ближайший родственник енота. И ведет себя так же, скажем прямо, забирает себе все, что плохо лежит. В нашем случае ветрозащита микрофона чуть было не оказалась безвозвратно потерянной в милых лапках этого зверька. Насуха приехала в Рязани с Перми. Там зоопарк не выдержал испытания пандемии, и экзотические зверьки оказались в опасности остаться без приюта. Но рязанская маленькая ферма открыта для всех, оказавшихся в беде. Вместе с Насухой приехали сестренки-сурикаты и дикобраз. Бежим, бежим, бежим. Перба, давай бегать, давай бегать, прыгать. Животные, как и люди, испытывают стресс при переезде. Скажем, Насуха очень тосковала по своим бывшим хозяевам, отказывалась даже от еды. А песец, чья судьба с большой вероятностью могла закончиться тем, что он стал бы очередной шубой, до сих пор не доверяет людям и очень аккуратен при их приближении. Но с каждым зверьком, от кролика и гуся до енота, собак и дикобраза, работает зоопсихолог. Когда мы говорим о животных, которые живут в неволе, о зоопарках, очень важно, конечно, заботиться об их благополучии. Это наша, так сказать, наша обязанность, наш долг перед ними. А благополучие – это не только, чтобы они хорошо питались, хорошо там было у них укрытие у каждого, было свое какое-то пространство, территория с учетом того, как им нравится жить. Это еще и психологический комфорт, правильное общение с ними и обязательно учет индивидуальности. Посетить зоопарк может каждый, но правила здесь такие. Зооцентр «Моя маленькая ферма» – это настоящий дом животных, где его обитатели – главные, а люди – всего лишь гости. Это дом счастливых, ухоженных животных, больше половины из которых спасенные и подобранные. Кстати, принять участие в судьбе пушистых ребят может каждый в качестве наставника или в качестве нового хозяина для кого-то из подкидышей. Скажем, вот этому малышу прямо сейчас подыскивают новый дом. Он ищет очень ответственные руки, собака будет хороша для дома, для тех, у кого есть маленькие дети, кто любит побегать, попрыгать и поиграться, ну и кто много времени все-таки проводит дома. Мы его обучили уже командам некоторым, работаем с его психикой, чтобы он не был таким слишком озорным. Так что, если кто-то хочет, звоните, пишите нам, познакомим вас с этим маленьким чудом. А еще любой может стать наставником понравившегося жителя зооцентра, покупать корм, участвовать в обустройстве вольера или даже брать домой на передержку. Фотографии наставников можно увидеть на дверках комнат подшифных животных. И это, поверьте, большое подспорье жителям маленькой фермы. Ранее весна, самое время задуматься о безопасных прогулках с вашими питомцами. Уже начали активизироваться клещи и пора обрабатывать ваших любимых животных. О всех нюансах нам рассказала врач-ветеринар из клиники Балу Ольга Фомкина. Профилактику укусов клещей ветеринары рекомендуют начинать сейчас и проводить до самого конца ноября, до того, как устойчиво ляжет снежный покров. Опасны даже не сами клещи. Все дело в том, что эти паразиты через слюну заражают жертву инфекциями. Если мы говорим о клещах, то в первую очередь речь идет об эксодовых клещах. Там у нас два рода, дермоцентр и рипелицефалис. Именно эти клещи чаще встречаются в нашей полосе. Страдают боли других собаки. Кошки в меньшей степени подвержены опасности заражения через клещевой укус, но они тоже нуждаются в защите. Каким же образом происходит заражение? Заражение происходит в момент укуса клеща, когда он начинает активно пить кровь у животного. У него начинают работать слюны и железы, а возбудитель у него локализуется именно в слюных железах. И, соответственно, в этот период железы активно работают, возбудитель в обезе каниц достигает своей инвазивной стадии и попадает в организм животного со слюной. Заражение происходит не сразу. Специалисты обозначают период 48 часов после укуса. Именно столько требуется инфекция. Инкубационный период, то есть время от заражения до появления симптомов, от трех дней до двух недель. Животное заболевает и в большинстве случаев обречено на гибель, если нет лечения. Затягивать с походом к врачу нельзя. Прежде всего, возбудитель пероплазмоза, обезе каниц, попадает в организм, проникает в эритроциты. Это красные клетки крови, которые, как мы все знаем, переносят кислород. Там он активно размножается, разрушает эритроциты, выходит, поражает новые эритроциты. Ну и, собственно говоря, этот процесс у нас продолжается и продолжается. Кроме того, следует отметить, в организме животного может наблюдаться аутоиммунная реакция. Если кратко, то, соответственно, иммунная система животного начинает атаковать собственные, здоровые даже эритроциты. И все это приводит к тому, что у нас наблюдаются симптомы анемии. То есть недостаточно поступает кислорода к клеткам и тканям. Отсюда страдают у нас внутренние органы. В первую очередь, это поджелудочная железа, печень, почки, головной мозг. Распознать болезнь может любой внимательный хозяин. Первые симптомы – вялость, апатичность питомца. Аппетит может пропасть. Обратиться в клинику при таких симптомах стоит как можно скорее. Владельцы, которые достаточно быстро обращаются в клинику, отмечают просто депрессию. Собака какая-то не такая, вялая, не встречает. На улице может вести себя, как обычно. Но дома, да, вот эта вот грусть, вялость, животнозаметная. Это вот на ранних стадиях. По мере развития процесса, естественно, мы можем наблюдать, не можем. А в начальной стадии мы наблюдаем гипертермию, то есть повышение температуры. Вот, впоследствии у нас мы можем наблюдать окрашивание с кожи, слизистых оболочек, оболочек в желтоватый цвет, ну, в желтушность можем наблюдать. Окрашивание мочи. Моча у нас становится, ну, такого морковного или цвета, как крепкий чай, да, то есть за счет присутствия наличия в ней билирубина. И также мы можем наблюдать неврологическую симптоматику. У нас может наблюдаться шаткость походки, шаткость задних конечностей. Также из симптомов мы можем наблюдать со стороны желудочного кишечного тракта. У нас могут быть даже жидкий стул, даже поносы, рвота. Заниматься самолечением бессмысленно. Необходимо срочно бежать к врачу. В клинике Балу проведут диагностику. Помимо общего клинического осмотра возьмут анализ крови. Обнаружить специфических возбудителей можно только под микроскопом. Доктор назначит необходимую терапию. Но самое лучшее решение – профилактика. Здесь же в клинике можно обработать животное и предотвратить заболевание. В нашем арсенале есть и капли на холку для животного, ошейники, спреи и таблетированные формы. Но наибольшую эффективность все-таки показывают это таблетки. Сразу скажу, конечно, стопроцентной эффективностью не обладает ни один препарат. Соответственно, даже есть рекомендации, что можно комбинировать. Конечно, можно обработать питомца и самостоятельно, но не пренебрегайте инструкцией. Для каждого животного подбирается своя дозировка, соответственно, весу, а также кратность и сроки обработки. На упаковке каждого препарата написано, действие капель, например, скорее всего, 28 дней, а таблеток – 12 недель. И соблюдать эти сроки нужно строго. А вот уколы от клещей доктор Ольга Фомкина не рекомендует. Есть специфический препарат для лечения бобезиоза. По инструкции он пролонгированного действия действует в крови от 2 до 3 недель. И иногда владельцы пользуются, уколят данный препарат. Но все-таки это препарат лечебного плана, а никак не профилактического. К тому же мы не можем точно сказать, да, там 2 недели или 3 недели у нас будет в организме животного сохранять необходимую концентрацию. Ну и еще такой момент. Все-таки, конечно, влияет он у нас на внутренние органы, в частности, и на печень. Печеночные трансаминазы имеют свойство повышаться при применении этих препаратов. То есть все-таки лучше использовать, как я уже говорила, таблетки, капли, спрей, ошейники. По поводу, да, когда обрабатывать. Мы всегда ориентируемся не на календарную весну, а на погодные условия. То есть очень часто среди владельцев, ну, как бы бы, бытует такое мнение, что обрабатывать нужно в апреле-май. Вот почему в апреле-май? Ну, потому что в апреле-май. На самом деле смотрим, какая у нас погода. То есть если у нас положительная температура, солнце, проталины, вот, животное должно быть уже обработано. Как правило, все-таки конец февраля-март животные по, вот, сегодняшним временам, по данной погоде должны быть уже обработаны. Например, вот были года с ранней весной. У нас, наверное, пару лет назад, когда была малоснежная зима, ранняя теплая весна. У нас первый случай заболевания собаки периплазмозом был зарегистрирован, ну, примерно 26-25 февраля. Вот, вообще в тот сезон у нас многие владельцы просто не успели обработаться. Они, то есть в марте еще, ну, не знали, не планировали. Факторы риска существуют и в зимнее время. Например, если собака живет в будке, а в качестве подстилки вы используете сено, то риск укуса клеща присутствует. И обрабатывать собаку нужно даже зимой. Но что же делать, если вы заметили, что вашего питомца все же укусил клещ? Во-первых, нужно его аккуратно будет вытащить. Можно руками, ну, в идеале, конечно, в перчатках. Аккуратненько берем клеща и поступать на вращательные движения его вытаскиваем. Либо можно использовать вот специальные такие есть приспособления для выкручивания клещей. У них два размера, для более мелких и для более напившихся. Соответственно, это очень удобно, просто. Придается в любых зоомагазинах, в ветаптеках, их можно найти. Не надо намазывать маслом, спиртом, как владельцы любят. Как правило, это особо не помогает для удаления клеща. Место укуса можно обработать любым антисептиком, например, хлоргексидином. Если самостоятельно удалять насекомое вы боитесь, можно обратиться в ветеринарную клинику. И клеща удалит специалист. Ну, а на этом у меня все. Я прощаюсь с вами. И помните, мы в ответе за тех, кого приручили. Редактор субтитров А.Семкин